Ну, это вопрос не по Большому театру, как я понимаю, а по коррупции в России. Что касается Большого театра, то у меня почему-то есть внутренние убеждения, что если копнут поглубже, то таких вот по 90 миллионов здесь накопают и еще, и еще, и до бесконечности. Потому что всем известно, что аналогичные по объему работы, которые выполнялись в ряде ведущих театров мира, стоили в 3, в 4, в 5 раз меньше, чем в Большом театре. Причем качество выполнения этих работ было существенно выше. В Большом театре очень многие вещи, насколько я слышал, сделаны из дешевого пластика и так далее, и так далее. Поэтому я предполагаю, хотя говорить не могу, у меня просто ощущение такое, что там не 90 миллионов пропало, а где-то так с полмиллиарда долларов, наверное, не 90 миллионов рублей. И это проблема общего характера. Смысл его заключается в том, действительно, что делать с коррупцией. Потому что коррупция, она тянет Россию на дно. Я считаю, что коррупция это одна из, наверное, не одна из, а самая серьезная проблема, не только потому, что разворовываются деньги, которые могли бы быть израсходованы на что-то полезное и нужное народу, а потому, что коррупция ведет к принятию неоптимальных решений. Приходят к чиновнику, дают ему взятку, там, условно, миллион рублей. Он принимает решения, экономические последствия которого могут стоить миллиард рублей. То есть реальный ущерб, который наносится стране, он измеряется не объемами конкретных взяток, а объемами многократно большими. И это, собственно говоря, то, что деформирует всю систему развития. Это является одним из факторов, который, в общем, не дает нашей стране нормально расти и развиваться. Как от этого можно избавиться? Мы очень много слышим по телевизору, что есть некие национальные особенности, есть какая-то специфика. Более того, меня очень огорчает, когда начинают показывать по центральному телевидению сериалы, в которых пытаются показать, они для того и делаются, по-видимому, что в советское время уровень коррупции был примерно такой же, как сейчас. Абсолютно ничего подобного. Это чистой, чистого воды вранье. И я хочу сказать, что многие страны, которые исторически имели высокий уровень коррупции, которые как бы были предрасположены к этому, когда они действительно поставили перед собой твердую, жесткую задачу решить вопрос, они этот вопрос так или иначе решить смогли. Я могу привести пример Сингапура, поскольку я достаточно долго там жил и работал. Китайцы, что называется, у них вот это маздоимство не в форме взяточничества, а в форме благодарности, в форме подарка. Это одна из национальных черт. И в то же время в результате весьма непродолжительной работы они сумели создать такой климат, такую нравственную атмосферу, в результате которой Сингапур, где 90% населения китайцев, стал наименее коррумпированной страной мира. Ну, не буду приводить в пример Грузию, там не все вопросы решены. Но, тем не менее, за короткий период времени, с помощью целого комплекса мер, бытовую коррупцию удалось, так сказать, сократить действительно не в разы, наверное, а в десятки раз. Поэтому, что называется, было бы желание.